Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается видеозанятие «Лабораторная работа», подготовленное в Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова на кафедре «Геология и разведка. Месторождение полезных ископаемых». Лабораторная работа подготовлена для магистрата образовательной программы «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» по дисциплине «Петрофизика нефтяного пласта». Тема лабораторной работы – определение карбонатности горных пород коллекторов по газово-алюметрическим методам. План лабораторной работы. Первое – цели работы. Второе – общие положения. Третье – приборы и аппаратура. Четвертое – методика исследований. Пятое – обработка результата. Шестое – отчет о выполнении лабораторной работы. Целью лабораторной работы является определение карбонатности горных пород коллекторов газово-алюметрическим объемным методом. Общее положение. Под карбонатностью пород подразумевается содержание в них минералов, солей угольной кислоты. Известника – кальций-СО3, доломита – кальций-СО3, магний-СО3, сидерита – ферм-СО3, поташа – калий-2-СО3, соды – натрий-2-СО3 и других. В практике нефтегазовой геологии обычно породообразующими минералами являются кальцит и доломит. Информация о содержании карбоната в породах нужна для правильного определения литологического типа породы, типа коллектора, правильной интерпретации каратажных диаграмм, оценки возможности проведения операции по интенсификации притоков нефти и газа и других прикладных целей. Карбонатность может быть определена с разной степенью точности различными химическими и физико-химическими методами. В геологической практике наиболее распространен газоволюметрический метод, основанный на химическом разложении солей угольной кислоты и измерении объема углекислого газа, образовавшегося в результате реакции. Протекающая реакция описывается следующими уравнениями. Кальций-СО3 плюс 2-H-хлор равняется кальций-хлор-2 плюс H2O плюс СО2. Это для кальций-СО3 плюс 4-H-хлор равняется кальций-хлор-2 плюс 2-H2O плюс 2-СО2 для доломита. Предварительно путем проведения простейших качественных реакций пытаются определить, каким минеральным видом представлен карбонат породы. Однако это имеет смысл, если порода образована одним или преимущественно одним видом. В большинстве случаев карбонат породы имеет смешанный состав, в котором разные виды находятся в сопоставимых количествах. Поэтому, если нет возможности точно определить качественный состав карбонатной части, при определении карбонатности расчеты относят к кальций-СО3, так как это наиболее распространенный карбонат. Приборы и аппаратура Определение карбонатности объемным методом производится на приборе АК4, именуемом кальсиметре. Есть несколько модификаций этого прибора. Наиболее распространенное показано на рисунке АТИ. В данном случае кальсиметр состоит из мерной бюретки с крана, мантии, уравнительным цилиндром с крана, реакционной склянки с пробиркой, склянка с турбусом, воронка, отводная трубка, штатив, пробка резиновая, трубка резиновая соединительная, пробка резиновая в мантии, зажим пружины, клеммы для мантии, клеммы для цилиндра. Схема прибора АК4 приведена на рисунке 2. При этом объем выделившегося газа определяют по разности отсчетов уровней до и после реакции. Итак, в схему прибора АК4 входит 1. Реакционная колба, 2.7 – это соединительные резиновые трубки, 3. Мерная бюретка с делениями, 4. Соединительная трубка, 5. Уравнительный цилиндр, 6. Кран и 8. Уравнительная склянка. Методика проведения исследования. В ходе подготовки прибора термостатирующую мантию заполняют водой, амерная бюретка, уравнительный цилиндр и уравнительная склянка заполняются 10-15% раствором поваренной соли, слаборастворяющим СО2. Готовят раствор соляной кислоты аж пор 10% концентрации. Предварительно отобранные образцы экстрагируют, высушивают до рабочего состояния, растирают в ручных или механических ступках и берут навеску обычно массой 0,5 или 1 грамм в зависимости от предполагаемой визуально-карбонатности. Навеска помещается в реакционную колбу. Парфоровый тигель наливают 10 кубических сантиметров подготовленного раствора соляной кислоты и помещают в него колбу. Колбу закрывают резиновой пробкой. Необходимо, чтобы часть системы от реакционной колбы до нервной бюретки была герметична. Устанавливают начальный уровень в газомере перемещением склянки при открытом кране. После чего перекрывают соответствующий кран. замеряют атмосферное давление по барометру и температуру воды термостатирующей мантии по термометрам. Наклона реакционной колбы переворачивают тигель с кислотой, вызывая протекание химической реакции с выделением СО2. Выделяющийся газ под давлением вытесняет часть воды в уравнительный цилиндр. Уравнительную склянку при открытом соответствующем кране отпускают так, чтобы уровень раствора в уравнительном цилиндре сравнялся с уровнем в нервной бюретке, приводя газ к атмосферному давлению. По ходу определения эта операция может повторяться несколько раз до полного прекращения реакции. Обработка результата. Карбонатность рассчитывают по ниже приведенной формуле. В данной формуле В – это найденный объем СО2, в сантиметрах кубический. G – это вес одного кубического сантиметра при температуре и барометрическом давлении во время опыта, который берется с таблицы. Также СО2. А – это навеска породы в граммах. 4,4 – это переходной кофецент, получаемый из следующих выражений. В данном случае берутся кальций-СО3 реакция плюс 2HO кальций-флор 2 плюс H2O плюс СО2 и высчитываются атомные веса. В данном случае атомный вес кальция – 40, углерода – 12, кислорода – 16. Согласно реакции на 100 весовых частей кальций-СО4 получается 44 весовые части СО2. Определяют вес СО2, полученного в ходе реакции. Для этого взяты из таблицы один вес одного кубического сантиметра СО2 при температуре и барометрическом давлении во время опыта умножают на объем выделившегося газа. Составив пропорцию, определяют, какое количество кальций-СО3 прореагировало в ходе реакции. Результат получают в миллиграммах, разделив на тысячи, на тысячу и выражают его в граммах. На данном слайде представлена таблица, где приведены значения массы одного кубического сантиметра СО2 в миллиграммах при различных давлениях и температуре. Полученный вес прореагировавшего кальций-СО3 относят к весу породы, то есть к навеске и умножив на 100 получают процентное содержание кальцида в породе, который определяется по ниже приведенной формулы. После сокращения получают рабочую формулу, которая представлена ниже. При работе с породой, в которой карбонат представлен чистым голомитом, используется та же формула 3, но в знаменателе вместо коэффициента 4,4 ставится коэффициент 4,78 полученную из аналогичных вычислений. Если карбонат представлен чистым анкеритом, то тогда формулу подставляется коэффициент 4,24. Если представлен сидиритом, соответственно формулу подставляется коэффициент 3,78. При этом следует иметь в виду, что железистые разницы типа анкерита и сидирита практически не реагируют с разбавленной кислотой без нагрева. Полученный в ходе опыта результат как промежуточный значение заносит соответствующую таблицу. Относительная погрешность определения карбонатности при известном однородном минеральном составе породы и достаточно высоком содержании карбоната в навеске оценивается в 1%. Однако при смешанном минеральном составе может составлять порядка 5-10%. Дифферциальный карбонатомитр достоинством кальциметра является его простота и дешевизна. Главным недостатком невозможность раздельного определения кальцита и доломита. Эпигенетическая доломитизация из сосняков может вызывать образование вторичной пористости в размере около 12%. Эти проценты могут быть заполнены нефтью или газом с образованием промышленной заряжи. Для отслеживания зон доломитизации нужно иметь возможность раздельно определять кальцит и доломит. при соленокислой обработке пласта характер реакции соляной кислотой пласта с доломитовым цементом будет иным, чем пласта с кальцитовым либо известковым цементом. В случае известкового цемента кислота будет бурно и быстро реагировать с карбонатом тонкой призабойной зоне и недалеко проникать вглубь пласта выработавшись у его поверхности. В случае доломитового цемента кислота реагирует медленно. Она успевает проникнуть далеко вглубь пласта и мы получим более объемный эффект, чем в первом случае. Есть и другие применения полученному знанию о составе карбоната. Например, для правильного отнесения его к тому или иному хидрографическому типу. Раздельно определить содержание кольцита и доломита позволяет прибор, который называется дифференциальным карбонатометром. Принцип действия дифференциального карбонометра также основан на реакции соляной кислотой. Возможность разделения карбоната обусловлена различной скоростью реакции их с кислотой. Кольцит реагирует быстро, доломит медленно. На рисунке 3 представлена схема прибора МКВ-2. Прибор состоит из таких частей, магнитного мешалка, реакционная колба, датчик давления, датчик температуры, электронный блок управления и таймер. На выходе мы имеем либо кольцы, либо кольцы с каламетом. В реакционную колбу засыпают навеску, герметизируют ее и включают прибор. С помощью дозатора электронный блок управления заливается нужный объем кислоты заданной концентрации и включает электрическую мешальку. Идет реакция, посредством катомора выделяющийся СО2 поступает в датчик давления, который оцифровывает аналоговый сигнал и передает в блок управления. Одновременно датчик температуры воспринимает и оцифровывает изменения температуры в ходе реакции и также передает на блок управления. Электронная схема прибора довольно сложна. В ее состав входит таймер, управляющий двумя окнами, на которых высвечивается текущий результат. На нижнем высвечиваются цифры, соответствующие кальциту, на боковом сумме кальцита и доломита. первые 11 секунд показания обоих окон нарастают совершенно одинаково. По истечении 11 секунд таймер отключает нижнее окно и на нем остается число, соответствующее содержанию кальцита в породе. Показания на втором окне продолжают нарастать, пока идет реакция и растет давление в реакционной кодке. Когда реакция прекратится, на втором окне будет высвечено содержание кальцита и доломита вместе. В вычте из суммы карбонатов содержание кальцита получают соответствующие содержание доломита. В качестве примера современного дифференциального карбонометра промышленного изготовления можно привести карбонометр серии КМ. Карбонометр КМ-04 используется в станциях георго-технологических исследований скважин и в микрофизических лабораториях при исследовании шлама и терна, а также применяется для определения карбонатности почв и контроля качества карбонатного сына. карбонатометра карбонатометра серии КМ-04 на данном слайде представлены технические характеристики карбонатометра КМ-04, а именно масса исследуемого образца, диапазон измерения массовых долей кальситры и галамита, предел допускаемой абсолютной подвешности измерения, верхний предел индикации давления, предел допускаемой погрешности измерения давления, дискретность цифровой индикации давления, предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, а также габаритные размеры прибора и его масса. Во время работы карбонатометра непрерывно измеряется давление и температура углекислого газа, выделяющегося в реакционной камере во время реакции карбонатного вещества с соляной кислотой и расчет массовых долей кальсита и галамита в образце. В основном на различии кинетики их взаимодействия с кислотой. Карбонатометр имеет блок управления с цифровым индикатором давления, технологический блок, на корпусе которого установлена реакционная камера с датчиком температуры, магнитную мешалку и емкость для раствора кислоты. Внутри корпуса смонтирован поршневой дозатор, датчик давления и клапан выпуска газа после окончания реакции. Отчет о выполнении лабораторной работы должен содержать следующие данные цель работы, схему прибора, краткое описание методики определения карбонатности, расчетную формулу с расшифровкой обозначения, таблицу полученных в ходе работы промежуточных и конечных результатов, краткий вывод о проделанной работе. На данном слайде представлены контрольные вопросы к лабораторной работе. Первое. Что понимают под карбонатностью горных пород? Второе. В каких единицах измеряется карбонатность? Третье. Какие существуют методы определения карбонатности? Четвертое. На чем основан газоволюметрический метод определения карбонатности? Пятое. В чем суть определения карбонатности объемным методом? Шестое. Что входит в устройство кальциметра? Седьмое. По какой формуле рассчитывают карбонатность горных пород? Восьмое. По какой формуле рассчитывают переходный коэффициент? Девятое. Из каких основных элементов состоит установка для определения карбонатности АК4? И десятое. Устройство карбонометра КМ04? На данном слайде приводится витаминбуемая литература, которая даст возможность более углубленно изучить тему данной лабораторной работы. На этом данный видео урок закончен. Спасибо за внимание. субтитры и субтитры и субтитры Продолжение следует...